МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гончарук Владислав Владимирович. Академик Национальной Академии наук Украины. Доктор химических наук, профессор. Директор Института коллоидной химии и химии воды НАН Украины. Лауреат Государственной премии Украины. Заслуженный деятель науки и техники. Лауреат премии имени академиков Бродского и Писаржевского. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ А теперь, поскольку я химик, я хотел бы уделить достаточно хорошее внимание химии воды. Потому что всё-таки основные загрязнения воды привносят химия. И вот здесь я хотел бы рассказать вам в этом разделе о стандартах на питьевую воду, которые существуют в мире. Об обеззараживании воды, чем сегодня обеззараживается вода, химический и физический метод, о фотокатализе и радиационном загрязнении. Учитывая, что у нас приближается одна из дат чернобыльского катастрофы, я расскажу об эффектах, связанных с чернобыльской катастрофой. С точки зрения химии, что представляет собой вода? Она не имеет ни цвета, ни запаха, ни вкуса. Это знают все, даже не химики, даже дети. А чем отличается питьевая вода от чистой химической воды? Она также не должна иметь ни цвета, ни запаха, но питьевая вода обязана иметь вкус. Если вода не будет иметь вкуса, и вы его не чувствуете, значит, это не питьевая вода. И к питьевой воде не имеет никакого отношения. Я об этом расскажу вам более подробно. И вот теперь возникает вопрос. Водопроводная вода, но она имеет цвет, она имеет запах, она имеет вкус, но она не может никаким образом относиться к категории питьевых вод. Причем это касается всех централизованных водопроводов мира. Потому что у нас в мире действуют единые стандарты на обработку водопроводной воды, которые вырабатывала Всемирная организация здравоохранения, и все страны мира следуют им. Вот посмотрите самую верхнюю строчку – ВОЗ 1993 года. Это Всемирная организация здравоохранения, которая говорит, что на 1993 год использовалось 500 тысяч соединений, в основном органических, из которых более 40 тысяч вредны для здоровья, а 12 тысяч – токсичны. Много. Это 1993 год. Это начало бурного развития химизации сельского хозяйства и развития промышленности. Я провел в 2001 году свое исследование, сколько же вообще известно химических соединений на планете, и выявил, на тот случай, на 2001 год, было более 20 миллионов химических соединений. Так, по сравнению с полумиллионом и 20, это во сколько раз стало больше химических соединений. Причем, в основном, это производители лекарственных препаратов, фармации и агропромышленный комплекс. Это пестициды, ядохимикаты и лекарственные препараты. То есть они, в принципе, не могут быть безразличны для здоровья человека. Теперь хочу вам сказать, что те антибиотики, которые пьет все человечество, оно организмом не усваивается. Оно убивает ту флору, которая есть внутри вас, о которой я в прошлый раз говорил вам, и транзитом более чем на 95-97% попадает в окружающие среды. И учтите, миллионы тонн антибиотиков потребляет человечество, и все это выливается в окружающую среду. Куда? В поверхностные воды. Что они делают там? То же самое, что с организмом человека. Они уничтожают ту необходимую микрофлору, которая окружает всех нас, и ту флору, которая поддерживает экологическое состояние планеты. Я считаю, что это одно из самых вредных проявлений цивилизации. Причем почти нигде в мире, я говорю слово почти, почти условно, нет эффективных очистных сооружений, где бы то ни было, начиная от Соединенных Штатов Америки, где бы сточные воды от производства лекарственных препаратов эффективно очищались бы перед сбросом в окружающую среду. То же самое происходит и с пестицидами, ядохимикатами, которые мы успешно выливаем на поля, обрабатываем в растениях. И вот, проведя последние исследования год назад, я выявил уже не 20, а 60 миллионов химических соединений. То есть за прошедшие 10 лет втрое увеличилось количество антропогенных, сильно токсичных соединений. Теперь, если мы примем во внимание, в химии есть очень красивый эффект, синергизм действия, когда два, может быть, совершенно безопасных вещества или относительно опасных, при своем совместном присутствии дают очень токсичное соединение. А если мы вспомним еще о эффекте биотрансформации, когда в естественной среде биологические вещества под воздействием, вернее, химические вещества под воздействием биоты дают самые непредсказуемые соединения, то эту цифру можно ставить после нее в факторе. Бесконечное количество. Теперь обратим внимание на ГОСТы. 150 лет тому назад, тут теперь уже с 1853, ровно 150 лет тому назад, прошел первый мировой конгресс в Брюсселе по оценке качества питьевых вод. Там принимала участие большая делегация русских гигиенистов. И прошу обратить ваше внимание, они рекомендовали контролировать всего 9 компонентов. Из них кальций, магний, сульфаты, хлорида, аммиак, кислород. То есть те вещества, которые практически для человека безопасны. Теперь Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует контролировать водопроводные в воде 95 соединения. Соединенные Штаты – 102, в России – 51. И здесь хочу сказать, единственная страна в мире к своему величайшему огорчению, которая не имеет вообще ГОСТа на питьевую, вот это Украина. ГОСТы в 2009 году были закрыты, ликвидированы. Пять лет тому назад я предложил принципиально новые ГОСТы, и я о них скажу. Они очень просты и очень похожи на те ГОСТы, которые предлагали великие гигиенисты мира 150 лет тому назад. Что мы подурнели за все эти годы? Оказывается, да. Вероятно, да. Это и произошло. Что мы сейчас возвращаемся к первым истокам. Исходя из того гигантского набора химических соединений, которое мы фиксируем в исходной воде и водопроводной воде, говорить о том, что контроль даже 100 соединений может хоть как-то характеризовать качество воды химически бессмысленно. Поэтому возникает вопрос, а что же делать, чтобы определить качество воды, какую воду можно пить? В принципе, наша техника позволяет померить и 60 миллионов. Но тот второй и третий эффект синергизма действий, биотрансформация, в принципе, ставит большой крест и на этом подходе. Зная даже, какие соединения есть в водопроводной воде, никто из вас, и я, тем более, не берусь сказать, это хорошая вода или нет. Что нужно было найти принципиально новые подходы к оценке качества питьевой воды. Что сегодня используется для обеззараживания воды? Ну, конечно, самый сильный – это вот OH-радикал, который возникает при ультрафиолетовом облучении воды, озон, которым пользуются, но редко. В основном озон используется для чистки источных вод, и редко где на водопроводах. Кстати, вот я в прошлый раз вам говорил о том, что употребление озона и хлора приводит к катастрофически нежелательным эффектам. Мы синтезируем столь тяжелые токсичные соединения, от которых уже потом никакая чистка не способна привести воду в удобоваримое состояние, тем более для питья. Это просто техническая вода высшей степени токсичности. Но наиболее широко употребляется это хлор, диоксид хлора, и все его гипохлориды, и всем прочим. Значит, хочу обратить ваше внимание, что примерно лет 20 тому назад на Кемеровской водопроводной станции специалисты, рядовые специалисты, не ученые, просто хорошие советские профессионалы, которые готовят воду, впервые в мире обнаружили мутацию микрофлоры при обработке водопроводной воды хлором. Они даже опубликовали эту работу, но она осталась никем не замечена. И только сейчас биологи и медики начинают обращать внимание о возможности мутирования. Я уже не кричу, ору во весь голод, что это проблема, величайшая проблема жизни людей на Земле. Если мы не сможем отрегулировать этот процесс, мы мутируем новые и новые микроорганизмы. То, о чем предупреждал Владимир Иванович Вернадский. Что же делать нужно с водопроводной водой? Здесь вот я говорю, что в принципе стерилизует ли хлор и хлор производный гипохлорид, диоксид, хлорамин и воду? Да, стерилизует. Но от той микрофлоры, которая на нас не действует, которая для нас по существу не опасна, но она провоцирует образование другой микрофлоры, мутационной, которая в условиях вот такого окислительного потенциала прекрасно живет и размножается. Вы когда-нибудь видели канализационные трубы, даже водопроводные? Вы пальцем попробуйте соскрести, что там находится на поверхности. Слизь. Это не сухой осадок. Это не какие-то окалины. Это биологическая жизнь в полном расцвете. В советское время, я помню время от времени, где-то раз, по крайней мере, в несколько лет, хлорировали все водопроводные трубы. Вот после, да, задолго еще до развала Советского Союза перестали эту чистку делать. А сейчас трубы буквально забиты этой слизью. Что мы пьем? Возникает вопрос. Достаточно эффективно можно очищать воду озоном и перекисью водорода, поскольку это природные реагенты, которые возникают в воде под влиянием ультрафиолета, и озону можем делать. Наиболее эффективное обеззараживание можно проводить в сочетании озона, пероксида водорода, и особенно озон с перекисью водорода и ультрафиолета. Мы обнаружили очень удивительный эффект. При небольших добавках пероксида водорода резко увеличивается степень очистки воды окисления озоном. Понятие от механизма до конца я только предполагаю, но пока не дал объяснения, почему. Но здесь проявляется синергизм действия озона и пероксида водорода, который не может быть получен чистым озоном и чистым пероксидом водорода. Наиболее эффективна очистка от любых токсикантов фотокаталитическое обеззараживание. Тут еще много есть нерешенных проблем и сутонаучных, и технологических. Но принципиальные вопросы в технологическом плане решены. Я говорил о том, что пока нет нигде в мире никаких очистных сооружений или устройств по чистке и обеззараживанию воды. Все многочисленные фильтры, которые продаются в магазинах, это просто профанация, если очень мягко выразиться. Это выкачка денег и одурманивание вас всех. Ни один фильтр, который продается официально, в принципе не может быть использован для очистки водопроводной воды. Они одинаковы, что для Америки, что для Азии, что для Европы, Африки. А единой технологии очистки воды и в принципе быть не может. Под каждую воду, под каждый химический, под каждый бактериальный состав или органический состав подбирается своя технология. Мы делаем химические анализы водопроводной и других источников воды, но не для потребителя, а для нас, для технологов, какие технологии надо употребить для того, чтобы из этой воды сделать хорошо очищенную воду. Например, если присутствует много нитратов, сегодня кроме биологических методов удаления нитратов нет. Промышленных. Мы сейчас создали технологию, которая позволяет гидрировать нитраты до молекулярного азота и воды, но она еще у нас не вошла в систему технологического опробования. Вернее, мы абсолютно уверены в этих результатах, но мы еще не готовы делать для широкого употребления этой технологии. А другого способа, кроме ионно-обменной технологии, селективной, не существует. Либо мембранная технология, глубоко очищенная вода, но там возникают вторичные тяжелые проблемы, что делать с обессоленной водой. Ее пить нельзя, это очень опасная вода для здоровья человека. Ультрафиолет уничтожает озон и дезактивирует его. И нужно технологический процесс проводить так, чтобы ультрафиолет был направлен на активацию процессов окисления, а не на разложение и уничтожение радикалов кислорода. Голый ультрафиолет действует намного эффективнее, чем в сочетании с озоном. А вот если мы подаем импульсами озон под влиянием ультрафиолета, мы достигаем невероятно интересных результатов, потому что у нас существует темновая зона. Это опять по классике Николая Николаевича Семенову. Мы зажигаем цепи и останавливаем, чтобы не оборвать эти цепи, а чтобы они по воде пошли и сожгли максимум органических компонентов. И это могут быть миллиардные доли секунды, либо секунды. Всё зависит от качества органических компонентов, которые там есть. Это всё регулируемые процессы. Вот здесь очень важно знать то, что я показывал на самых первых слайдах. Изучать кинетику и механизм процесса. Я, по сути, своей кинетик и занимался механизмами. И в своё время открыл третий закон химической кинетики и обосновал все процессы компенсационных эффектов, которые возникают в химии. Вы знаете, что закон Арениуса, который говорит об энергии активации, он почти никогда не выполняется. Потому что в экспоненту уравнения Арениуса энергия активации входит в экспонент. А перед экспонентом есть так называемый коэффициент Капа, который полностью нивелирует всю эту закономерность. И объяснение этих всех закономерностей лежит в термодинамике. Вот я возвращаюсь о том, как нужно использовать ультрафиолет и озон, для того, чтобы достичь максимального эффекта. Поскольку кинетика со времён академика Борецкого, который возглавлял Институт катализа в Новосибирске, практически уже нигде в мире не занимается, поэтому утрачены те знания по кинетике и механизму каталитических, или, я бы сказал, химических процессов. А мы были воспитаны именно на детальном понимании химических процессов и их механизмов. Именно это знание позволяет достичь тех технологических результатов, о которых я говорю. Вот использование того же фотокатализа может полностью привести к реанимации почв, в которую мы вносим пестициды. И здесь, возможно, три направления процесса. Это прямой фотолиз, самая верхняя строчка субстрата. Это все яды, химикаты, пестициды, которыми мы пользуемся. Фотокаталитическое отчисление. И фотоотчисление в присутствии ионов железа. А ионы железа всегда в природе есть. И вот мы проводили эти исследования. Действительно, можно очень легко восстанавливать почву от будь каких, я уже на Украинске перехожу, компонентов, которые присутствуют в агропромышленном комплексе. По сути, нерешаемых проблем в экологии не существует. Если правильно понимать степень загрязнения, какими компонентами и чем ты пользуешься, не наносить вред окружающей среде, не сжигать, чтобы после тебя ничего не оставалось. Если вы зайдете на водопроводную станцию, где есть станция озонатора, и нет катализаторов по уничтожению озона из воздуха, то километра на 2-3 выжженная зона. Озон выжигает всё. Поэтому в этих технологиях, которые используют на водопроводах, всегда ещё идёт приставка, которая стоит примерно столько же для разложения неиспользованного азота. Вот здесь хочу привести вам пример решения вопроса каталитического удаления нитратов, где мы создали катализаторов на основе серебра на подложке диоксида титана. Мы практически полностью, за очень короткий промежуток времени, вот если со 100-400, от 400 миллиграмм до нуля, ну, проходит 20-30 минут. Мы полностью удаляем нитраты. Причём экологически чистый способ безупречный, он не трогает никакие другие компоненты. Идёт вот гидрирование нитратов. Но это ещё нам предстоит сделать техническое приспособление для реализации вот этого проекта. Теперь я хотел бы несколько слов вспомнить о Чернобыльской катастрофе. Конечно, я не буду говорить о причинах. Я далёк от того, что это человеческий фактор, потому что те системы, которые были созданы Александровым, они безупречны, и они работают и работают надёжно. Человек, конечно, может испортить всё и поломать, но то, что произошло, то и произошло. И сегодня на территории Украины лежит действительно гигантское количество радионуклидов. Мы предприняли очень комплексное исследование удаления из Днепровской воды радионуклидов. Тогда на территории Украины практически ниоткуда нельзя было пить воду, кроме подземных горизонтов. Вот подземная вода, артезианская, эта глубина примерно 150 метров и глубже. Какие бы катастрофы ни происходили, эта вода остаётся природой настолько хорошо защищена. И сейчас это безупречная вода. Это синаманские и юрские горизонты. Выше к земле находится достаточно толстый слой глины, алюмосиликата, который не пропускает никакие загрязнения. Идёт ли эмиграция воды? Конечно, идёт. Это болота Украины, Белоруссия и России, которые подпитывают эти горизонты. Они напорные. Вода безупречная. Мне удалось в Киеве прямо накануне 1991 года открыть бюветные скважины прямо из этих горизонтов на прямую раздачу этой питьевой воды люди. Все органы власти были против, кроме одной структуры – ЦК КПУ Украины, у которой авторитет Академии наук был огромен. Самый большой враг был Минздрав. Чтобы воду подавать людям, не обеззараживая хлором, нельзя. По всем мировым нормам её нужно хлорировать. И сегодня ещё существует немножко меньше сотни скважин. А в начале 2000-х годов работало более 300 скважин, где люди приходили, бесплатно набирали воду. Самыми крупными оппонентами такой системы водоснабжения были торговцы бутылированной воды. Это одна из кричащих сегодня ситуаций во всём мире. Я невольно был идеологом создания вот этих разливных вод. И на многих конференциях мира выступал о том, что вот такую качественную воду нужно продавать. Но я предполагал и говорил, что это должны быть стеклянные бутылки, не пластиковые. Пластика пищевого в принципе не бывает. И любая бутылированная вода, которая продаётся, она сохраняет своё качество не более трёх недель. Через три недели любая вода становится токсичной за счёт вымывания токсичных соединений из пластика. Любого пластика. Что бы там о нём, кто бы ни говорил по производителям. Это уже вопрос коммерции, а не качества воды. Так вот, Чернобыль не смог повлиять на качество подземных вод. Почему я и тогда ратовал открывать эти бюветы, которые могли и могут обезопасить любое государство, любой город от любых техногенных катастроф. И оно в Киеве сейчас существует. Я знаю, что в Питере есть небольшие горизонты подземных вод высокого качества. В Невской воде раки живут хорошо, а в водопроводной воде все дохнут. Это ответ на вопрос, к чему приводит подготовка водопроводной воды на станциях водоочистки. Так вот, после Чернобыля мы обратили внимание, что степень подвижности цезия оказалась намного больше стронция. И самый главный эффект от задержки – это комплексообразование гумуса. И вот неприходящую роль вообще во всех процессах является природный гумус, который всегда есть в поверхностных водах. Он настолько является мощным. Вот химическая формула гумуса никому неизвестна. Это комплекс различных органических кислот, которые обладают уникальным комплексообразованием. Причем берут всё. Очень часто водоканальщики, ну, все, кто контролирует качество исходной воды, не обнаруживают ни фенолов, ни алюминия, ни никаких техногенных металлов. Хотя и в исходной воде мы можем их лить тоннами. Гумус всё комплексует, но при попадании в водопроводную воду и при обработке гумуса хлором всё это выплёскивается в водопроводную систему. А в природной воде можно ничего не обнаружить. Главное – просто поставить механический фильтр, который будет давать хорошую воду. А все фильтры, которые продаются в магазине, да, они очищают от взвеси, которые для вас безопасны, но они пропускают микрофлору. Если там есть уголь – прекрасная среда для развития микрофлоры на угле. И опасна не та микрофлора, которая там живёт, а продукта жизнедеятельности. Вот есть аэробная микрофлора, которая живёт в кислородных условиях, и анаэробная. В подземных водах огромное количество анаэробной микрофлоры, которая для человека вообще абсолютно безопасна. Она просто никак не влияет на наши жизненные циклы, потому что как только она сталкивается с кислородом, она погибает. В бутылированных водах, когда эту воду заливают в бутылки, анаэробные микроорганизмы оживают и дают такие токсиканты, что, мамородная, какая там получается токсичная вода, никто не знает. Это продукты жизнедеятельности анаэробов. Микрофлоры, которые живёт в отсутствии кислорода. Это плотно упакованные воды. А аэробы, которые живут в воде, очень многие производители считают, что эту воду лучше всего насытить озоном, продезинфицировать и закрывать это всё. И там озон не только является кормом для аэробной микрофлоры, но и разъедает всю тару и даёт очень токсичную кислород, содержащую органику. Я опять отвлёкся немножко от радионуклидов. Сегодня по существу Днепровская вода и все окружающие регионы и в Белоруссии, и в России безопасны с точки зрения радионуклидов. Они как бы закомплексованы природной естественной средой. Я много был на Чернобыле, получил соответствующую награду за участие, был начальником штаба Академии наук, вот занимались и рыжими лесами, и был на четвёртом блоке, там, где ребята физики строили знаменитый шатёр для того, чтобы предотвратить повторного взрыва и развития циклических реакций. Это талант наших учёных, которые действительно предотвратили дальнейший разгон этой ядерной реакции. То, что сделали, сделали исключительно грамотно и правильно. Многие говорят о том, что вот не предусмотрели, сбрасывали свинец прямо в жерло. Да, сбрасывали. Это был единственный способ остановить ядерный цикл, остановить развитие цепной реакции. Это всё было сделано ценой огромных жизней, больших потерь. Но если бы этого не сделали, потери были бы в 100 крат большими, с непредсказуемыми последствиями. Сейчас на дне Киевского моря и всех водохранилищ по Киеву захоронено огромное количество радионуклидов. Наша задача сегодня заключается в том, чтобы любая власть, которая приходит чисто административно, не посягнула на эти водохранилища. Потому что до сих пор горячие головы предлагают, если Киевское водохранилище грязное, слить её в Чёрное море, то потерять всю территорию Украины. Нельзя её трогать. Она должна вот так сохраниться. Природа всегда умнее нас. Вот я и цитировал Вернацкого, что надо понять закономерности природы и стараться как можно меньше вмешиваться в те процессы, которые она сама осуществляет с нами и над нами, и понять их закономерности. И вот прекращая вмешиваться туда, радиофон великолепный, как будто бы и не было этого взрыва. На дне, да, лежат и уран, и плутония, и америция, все трансурановые элементы. Но никогда за последние 20 лет не было подъёма концентрации. Потому что всё это зафиксировано и глинистыми минералами, и гумусом, который вот отмирает и укладывается на морское дно. Это критически важно. И вот покажу вам ещё о роли гумуса. Здесь вот в табличке приведено разное содержание гуминовых кислот. Мы берём ту же глину, Монт-Мареланит, которая есть на всей территории России, Украины, да и планеты. Гумус очень хорошо сорбируется на глинистых минералов, а вместе они дают лучшей защиты от радионуклидов, чем создала природа, человек создать не может. И вот мы здесь изобразили различные варианты, как ацербируется уран в разных формах его проявлений. Потому что в зависимости от содержания тех или иных компонентов в природной воде уран может нести положительный заряд, и отрицательное соединение урана, и нейтральное. И поэтому никакая коагуляция, никакие другие методы удаления, которые существуют на водопроводных станциях, в полном объёме не может очистить эту воду. А природа, глина и гумус, убирают всё практически до нуля. Вот здесь по центру природный минерал, глинистый компонент, который всё время вот эта муть в воде, которая есть, это и есть глинистый минерал, который сорбирует на себя этот гумус и радиоактивные элементы. Очистить вместе с гумусом от глины, это уже ума не представляется, это делается легко и без проблем. И если бы японцы не отвергли нашу помощь, то это фукусимы легко бы решили проблему. Они, по сути, сейчас загадили весь Тихий океан. И Руба, когда Россия ввела эмбарго на контроль тихоокеанской рыбы, совершенно справедлив. Это минимум 30 лет нужно контролировать за цезием в рыбных продуктах, потому что оно расползлось до американского континента. А предотвратить или, по крайней мере, минимизировать было бы очень просто. Мы давали предложение, но они решили, как всегда, что они самые умные. Поэтому, какая бы ни была тяжела, любая катастрофа, подземные воды всегда остаются самым главным надежным резервом качественной питьевой воды. Ну и хочу сказать в честь Великой России, что самыми мощными запасами пресной воды, это примерно треть всех мировых запасов, находятся на территории России. Основная масса на Байкале – это сибирские реки, но и европейские. Потому что я вам в самом первом слайде говорил о гигантском дефиците пресной воды в мире. Так опять, самая богатая страна в мире по нефти, газу, золоту, алмазам и по воде – Россия. Правильно только нужно реализовывать тот потенциал, который есть в этой стране. И вот хотел бы несколько слов сказать о биологии воды. И ставлю к себе в заслугу, что впервые в мире я предложил оценивать качество питьевых вод биологическими методами. Несмотря на то, что происходит мутация микрофлоры, именно мутагенную, не только микрофлору, и мутагенные клетки мы фиксируем в организме людей и тех живых организмов, на которых мы проводим исследования по качеству вод. Впервые в мире мы обнаружили вот самая последняя строчка под названием «грибы» – микромицеты. Очень токсичные микроорганизмы, которые никогда раньше в поверхностных водоёмах не жили. Я вам говорил о тех средствах дезинфекции воды в виде доместаса и всех прочих. Это всё хлорорганические соединения, которые миллионами тонн во всём мире вы выливаете в окружающую среду, стерилизуете воду от обычной микрофлоры, которая раньше не позволяла грибам появляться в этой воде. Идёт естественное равновесие. Если вы в саду посадите акацию, никакое фруктовое дерево расти не будет. И вы это знаете почему. Акация защищает свой ареал, выделяет такие токсичные компоненты, что ни вишни, ни груши, ни яблони расти не будет. Точно так же обычная микрофлора имеет свой ареал обитания. И чужих туда не пускает. В чём особенность человеческого организма? Тот же Илья Ильич Мечников просчитал, какое количество микрофлоры живёт в организме человека. И суммы фантастические, он сказал только об одном, что количество микрофлоры на два порядка превышает количество клеток в организме человека. Фактически первая иммунная система человека заключается в микрофлоре, которая живёт внутри вас. И когда говорят о проблеме дисбактериоза, это значит, вы съели такие плохие продукты, либо такую плохую воду, которая стерилизовала ваш организм. Если ваш организм простерилизован, то вся пища, которую вы съедите, транзитом проходит через вас. У нас эта болезнь называется... По-русски это просто поноса, а медицинские термины я уже не помню. Восстановить его практически невозможно. Почему Мечников и учил, что микрофлору у детей нужно восстанавливать, вернее формировать ещё в самом маленьком возрасте только грубным молоком матери. Причём у каждого человека она индивидуальна. И зависит только от матери, не от отца. Поэтому чем дольше кормят детей, я эти факты знаю, тем здоровее человек и мощнее у него иммунная система. Мы к этому пришли совершенно у других позиций. Мы нашли в водопроводной воде Киева, она есть и в Москве, и в Белоруссии, и в Соединённых Штатах, грибы, грибковые вот эти образования. Они очень устойчивы, они фактически подавляют деятельность обычной микрофлоры. Они живут в сильно хлорированной воде, живут нормально. У них очень сложное строение от оболочек клеток, которые не подвергаются никаким окислительным разрушениям. А попадая в организм, если их попадёт там несколько палочек этих, они образуют колонии и разрастаются. Каковы проявления? Самые яркие, вот то, что я лично сам видел, воспаление лёгких, когда не видно никакого проявления классического воспаления лёгких, грибы просто съедают лёгкие, лечить их нечем. Антибиотики не действуют вообще, потому что эти грибы и есть носители антибиотика. Антибиотик против них не действует. Есть один способ лечения, так как онкологию – резать. А если заболевают кости, тоже очень часто, то вы, наверное, знаете, есть такие грибы, грибы-пухколки, когда на них наступишь, и чёрная пыльца летит такая, да дождевики. Так вот, эффект такой, что эти микромикозы разъедают кости. И опять одно лечение – выпиливать эти кости до живой кости, для того, чтобы спасти человека. И все эти токсиканты вызывают онкологию у человека. Онкология за последние 50 лет, вы все люди молодые, а вот если обратитесь к истории, в 50-х годах, это уже начало моей сознательной жизни, болели онкологии только взрослые люди, в 60-70 лет. Спустя 2-3 десятка лет онкологии стали болеть 40-50-летние люди. Сейчас болеют новорождённые. Онкология стала тотальным заболеванием. Я связываю это с водопроводной водой, потому что вот 100 лет тому назад ввели хлорирование водопроводной воды во всём мире. И онкология, по-дому, во всём мире, самый меньший уровень онкологии в скандинавских странах, они пьют сырую воду. Вот горную. И кавказский регион. Пожалуй, больше в массовом количестве, я не знаю, регионах, где люди могли бы пить и имели доступ к природной, нормальной, хорошей человеческой воде. природной воде. Поэтому мы вынуждены заниматься проблемами, как минимизировать эти потери. И вот, когда я поднимал вопросы в Киеве впервые и говорил о наличии диоксина в водопроводной воде и о наличии грибков, масса было вопросов у людей к власти и ко мне, а какую же воду можно пить. Вот тогда, в самом начале 90-х годов, мне удалось открыть бюветы, которых нет в Москве, а можно было бы это сделать. И вот эта артезианская вода в Киеве до начала моей активной деятельности выкачивалась более 500 тысяч кубов в сутки. 500 тысяч кубов. Я просчитал, что этой воды хватило бы каждый день напоить все 50 миллионов украинцев. Но их осталось уже намного меньше. Но этой воды было достаточно. Мне удалось сократить добычу этой воды ровно вдвое. Сейчас скачается примерно 200-250 тысяч кубов, и она закачивается в водопроводную систему. Ни на йота, ни улучшая качество водопроводной воды. Любая очистка приведет к ее ухудшению. У нас действительно природа подарила это Киевский, Черниговский регион, изумительная по качеству вода. Почему я ее называю генетически безопасная вода? Потому что исследования мы проводим на клеточном уровне, на цито-генетическом, и смотрим, как разрушается геном человека при употреблении той или другой воды. Вот здесь примеры биотеста. Вот эти пляжки красные – это кровь. Это может быть кровь человека, а в основном мы берем кровь рыбок. Они очень доступны, очень дешевы. Любой ребенок ваш, вы сами можете брать этих рыбок, только взять за эталон чистую воду. Я вам покажу табличку, раздам специально вам, и вы сможете получить информацию, какая вода безупречна. Вот посмотрите по самому центру, где у нас в одной клетке находится аж пять ядер. Это разорванный на пять частей геном. А геномы – что у человека, что у рыбы, что у крыс – они все одинаковы. А если ядро в клеточке разрушается, так это первый шаг к онкологии и потере иммунной системы и заболевания человека. Когда их накапливается достаточно много, на этот вопрос я не могу ответить. Я сейчас ищу те критерии, на каком уровне клетка перерастает уже в онкологию. Чем выгодно делать на рыбках? Рыбок мы пускаем в воду, они там живут. И неделю мы их не кормим. Почему мы не кормим? Чтобы с кормом не занести какую-либо патологию, какую-либо отраву. А рыбка прекрасно переносит этот голод. Можем держать и две недели, и больше. И смотрим, что происходит с рыбками вот в обычной воде и в той, которую мы контролируем. Но водопроводная вода там вообще все дохнет сразу, никакой цитогенетики речи быть не может. Вы видите, здесь вот как по луку идет гигантское разрушение в зависимости от токсикантов, которые мы можем водить естественным путем. И те воды, которые мы берем, после вот этих многочисленных фильтров, которые продают, после любых фильтров вся биота дохнет. Цитогенетику проводить на них уже бесполезно. Они не доживают до этих четырех дней, чтобы проявились эти отклонения. А рыбки можно брать совершенно любые. Вот из водопроводной воды города Киева мы выделили вот эти микромицеты. Вот самый первый, самый яркий аспердилиос нигер, супертоксичный. И мы его видим независимо от того, водопроводу 80 лет, либо 10 лет только построено, он живет везде. И он задерживается и живет вот в этой слизи труп. Поэтому вообще восстановить водопровод это ни одного бюджета, сотни бюджетов в любой стране не хватит. Поэтому водопроводную воду нужно оставлять как техническая вода, без которой мы нормально жить не можем. Мы можем мыться. Я даже высказал такую идею, не знаю, биологи поддерживают меня или нет. Когда мы купаемся в водопроводной воде, грязной, заведомо плохой, человек не заражается ею. Потому что проверьте на себе, когда я лекцию читаю, потею, а когда в ванной, так еще больше потею. То есть из организма вода выходит, и вы токсиканты не впитываете через кожу, а наоборот, через кожу вы освобождаетесь, и после ванны, даже горячее, вам хочется пить. Восполнить дефицит воды. Поэтому не нужно опасаться плохой водопроводной воды, ее только пить нельзя. Некоторые говорят, ну вот если мы кипятим, хлорорганика улетает? Да, улетает. Это знают все. Но куда? Никто не задумывается о следующем шаге. Она улетает, но к вам в легкие. Это на порядок хуже. Если вы ее выпили, оно прошло через печень, почки, хоть как-то защитилось организм от токсиканта в какой-то степени, а если вы дышите, попадает сразу через легкие в кровь. И тут же наносит удар. Если вы чем-то заболеваете, вы идете в поликлинику. Вас ни один врач смотреть не будет, пока терапевт не направит вас на анализ крови. По анализу крови сразу делают заключение. У вас есть какая-то хвороба? То есть, никто не скажет, чем вы больны. Но скажет, что у вас есть инфекция, у вас есть воспаление. Любое отклонение от нормальной формулы крови говорит о том, либо вы скушали что-то не то, либо пьете не то, либо вообще где-то какой-то орган болен. Так вот, я хочу вернуться к ГОСТам. Я предлагаю вот здесь самые простые ГОСТы, которые нормировали бы солесодержание. Как определить солесодержание? Это же очень просто по почкам. Если мы проводили исследование, как влияет почка на, скажем, дистиллированную воду и соленую, мгновенно идет, не пить надо, просто пригубить, тут же почка выделяет мочу. На дистиллированную воду и на соленую воду. Таким образом, мы определили оптиму. От 100 до 400 миллиграмм соли под тот оптимум, который необходим человеку. Причем, какие должны быть соли? Это должен быть кальций, магний. Без кальция не существует обмена. Без магния не может работать сердечная мышца. Ну, в общем, это все уже давно написано. И натрий и калий. Вот четыре элемента, совершенно не то, что они токсичны, без которых жизнь невозможна, которые должны закладываться в ГОСТе. Вот тот, о котором я говорил вам 150 лет тому назад, был в Брюсселе. И мы вводим биотесты. В водопроводной воде вообще не определяется, потому что все биотесты дохнут. А в питьевой воде должно быть полное отсутствие циентой генотоксичности. Вот это знаменитая таблица, которая демонстрирует степень токсичности бутылированных вод. Контроль – это наша искусственная вода. Артезианская вода под ногами у всех киевлян с глубины 150-300 метров. Вот. Проанализируйте эти материалы, они будут вам все доступны. Вся, что красная зона – это очень токсичная вода, а жёлтая зона – это вода, в которой уже наблюдается очень сильное изменение хронические, которые непозволительны для человека. Здравствуйте, меня зовут Андрей, и у меня есть вопрос. Что можете сказать об очистке воды серебром, и действует ли это способ? Спасибо. Серебро является одним из лучших неорганических дезинфектантов. Но пить серебряную воду категорически нельзя. Она вызывает тот же эффект, что антибиотики. Она стерилизует воду. В серебряной посуде хорошо хранить воду. Растворимость серебра очень маленькая. И когда говорят очень много сейчас о наносеребре, наносеребра в воде просто быть не может. Серебро – очень активный элемент. И лишнее серебро никогда не бывает просто лишним. Оно не нужно. Но из серебряной посуды ели и царские семьи, и продолжают это. В этом нет никакой проблемы, потому что ничтожное количество микрофлоры. И то, что в церковь святят святой водой, она обеззаражена, потому что находится в серебряных чашах. Это один из способов хранения воды бесконечно долго, но не для питьевых целей. Спасибо.